Приветствую вас! Вы знаете, многие люди задают вопрос о бесплатной помощи, о том, что хотят получить помощь на безвозмездной основе и так далее. Итак, я решил ответить на ваш вопрос и надеюсь, что если этот ответ будут слышать другие люди, кто-нибудь, то они также сделают для себя необходимые выводы. Вряд ли я как-то изменю их представление координатно о том, что происходит. Но, по крайней мере, я попытаюсь это сделать, по крайней мере, я что-то скажу. Итак, в психологии, именно в психологии важно то, как работает клиент сам. То есть, не столько внимания уделяется тому, что делает психолог, сколько внимания уделяется тому, что делает клиент. И готов ли клиент работать над своей проблемой. Готов ли клиент делать что-то со своей проблемой. И клиенту, как минимум, нужно вкладывать столько же усилий в работу, сколько и вкладывает психолог. Существует такая, в общем-то, на мой взгляд, довольно правильная мысль о том, что психолог не должен соглашаться работать с клиентом, если клиент не готов, значит, вкладывать столько же усилий, сколько психолог. И усилия, то есть, понимание клиентом того, что для него решение проблемы важно, да, понимание того, что для клиента очень важно, чтобы его проблема разрешилась, да, чтобы его конфликт исчез. Важность проявляется, именно проявляется в том числе и в том, в том числе и в том, что клиент платит деньги. То есть, если, если клиент не готов платить денежные средства за работу, то он, скорее всего, не считает свою проблему какой-то важной. Он, скорее всего, не считает свою проблему какой-то серьезной. И если клиент не считает свою проблему какой-то серьезной и важной, то, соответственно, он не готов над ней работать. А если клиент не готов над ней работать, над проблемой своей, то психолог не поможет такому клиенту. Потому что клиент сам не готов. Клиент готов требовать, клиент готов ждать волшебной помощи. Клиент готов ждать магического средства, волшебного слова, универсального способа решения проблемы при этом. При этом человек может обвинять психолога в том, что недостаточно индивидуализируются его черты. То есть, ну, психолог подходит к проблеме как-то, как-то вот шаблонно. Вот. То есть, здесь вот наблюдаются такие противоречия. И, соответственно, связываться с таким клиентом, ну, наверное, не стоит уважающему себя психологу. Потому что это будет, по сути, дело пустая трата времени на самом деле. И все. Причем, пустая трата времени будет скорее даже клиента. Ибо клиент, который не готов к решению своих проблем, он будет либо ждать, что за него все решат, либо он будет искать поводы для того, чтобы обвинить, например, психолога в том, что тот плохо работает, возлагая лишь на него ответственность за то, что происходит. То есть, для специалиста по психологии нежелание клиента платить интерпретируется именно так, именно таким образом. И если именно в психологической, так сказать, сфере видно, что клиент не готов оплачивать, это означает, что клиент еще не созрел, не созрел для работы над собой. А это означает, в свою очередь, что психолог ему не поможет. Понимаете, какая история. Поэтому, мне кажется, что если вы задаете вопрос о доплате, о бесплатности, о безвозмездности помощи, то вы проявляете свою инфантильность в первую очередь и не желание что-либо делать. Вот. Это то, что касается стороны клиента. То есть, грубо говоря, если клиент не готов работать, то если клиент не готов что-то делать, то, соответственно, зачем с ним тогда работать вообще. Вот. Теперь дальше. С точки зрения, значит, терапевта, с точки зрения самого психолога. Для психолога работа, ну вот, например, для меня, для меня, психологическое консультирование – это работа. И если кто-то думает, что это легко встречаться с негативом людей, да, то он сильно ошибается. Это нелегко. Это негатив другого человека. И вот возникает вопрос, почему я должен на безвозмездной основе пропускать через себя негатив другого человека, не получая при этом ничего взамен? Уважать нужно чужой труд? Каким бы он ни был. Если вы не уважаете чужой труд, вы не уважаете, опять же, то, что делаете вы. И если вы не просто не уважаете свой труд, но даже не видите для себя в этом проблему, то я полагаю, что ваша конфликтная ситуация, в которой вы оказались и по которой вам нужна помощь, еще недостаточно активная, недостаточно болевая, недостаточно серьезная, для того, чтобы вы реально начали вкладывать свои силы в ее решение. Понимаете? То есть вы еще не дошли до той кондиции. Конечно, бывают разные ситуации. Ситуации, когда у человека нет возможности платить, ну просто нету денег, просто тяжелые ситуации. Такое бывает. Это понятно. Но! В этом случае существуют бесплатные горячие линии, куда можно позвонить и получить помощь. В этом случае существуют, опять же, бесплатные психологические центры, куда можно обратиться и получить помощь. В этом случае существуют эксперты, которые изначально работают бесплатно. Как правило, это молодые, которым нужен опыт. Ну, начинающие. Вот. Соответственно, помощь там будет, ну, такая же. И последнее, что мне хотелось бы сказать. Если вы рассчитываете на бесплатную помощь, вы какого качества от помощи ожидаете? Ведь у специалиста должна быть заинтересованность с вами работать. Если специалист не заинтересован с вами работать, если он ничего не получает, а на спасибо, как я надеюсь, вы понимаете, далеко не уедешь. Какая это будет помощь? Вы считаете себя достойной бесплатной помощи? Я полагаю, что об этом вам и стоит подумать. Конечно, существует бесплатная медицина. Но бесплатная медицина, являясь механическим, скорее, действием над организмом, являясь приглушением внимания к своему организму и стоит соответствующим. Но вы же сами, наверное, понимаете, что все более или менее дорогостоящие, значимые операции, процедуры, приемы врачей, лекарства, все это все равно платно. То есть любая существенная помощь платна. Так почему вы считаете, что помощь психологов таковой не является? На этом все. Я надеюсь, что мой ответ прояснит некоторые вопросы, связанные с платностью оказания услуг. Я желаю вам всего самого доброго, автор вопроса. Если у кого-то остались дополнительные вопросы по данной тематике, я буду рад ответить на эти вопросы как в личку, так и где-либо еще. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok